Швотов, Агутывок, здравствуйте, хорошей недели. У нас Мишлей, 182-й урок, и мы находимся в 21-й главе. Дошли до 4-го предложения, которое говорит «Гордость очей, я по-русски читаю, гордость очей и надутое сердце, нива нечестивых грех». Чтобы я до конца понимал, что имеется в виду, я не понимаю, поэтому прочитаем, что имеется в виду на Алашон Акодыш. «Рома и наим, варахав лев, нир ашо им хатос». Я не знаю, что такое нива по-русски так до конца, но сейчас Марвим и Гагро объясняют, что имеется в виду. «Рома и наим» — это гордость очей, поднятые глаза, или, если по-простому, высокомерие. «Рахав лев» — это широкое сердце. Здесь он по-русски перевел, мне очень понравился перевод, «надутое сердце». Это нир, нива, какое-то вспаханное поле для нечестивцев, которое ведет к греху. Марвим объясняет. Марвим, как мы знаем, написал два комментария. Первый комментарий — это перевод слов, второй комментарий — это уже объяснение иньяна. Первый комментарий говорит «Рома и наим рахав лев». «Эй наим и цейну эдгасага». Глаза они, циюн, показывают на постижение, умение постигнуть, умение понять. «Ром» — высокие глаза, высокомерие. Это такой титуль, такое объяснение, которое показывает «коль шем хом». То есть, оно показывает высокомерие в имени человека и также широкое надутое сердце. То есть, поскольку сердце — это место, связанное с тавой. Става — это, как мы уже обсуждали неоднократно, это получение удовольствия внутри этого мира и силы духовные, которые с этим связаны. Таким образом, первая часть пасука говорит о том, что высокомерие, которое есть у человека, и раздутое сердце, то есть, когда у человека раздута тайва, раздутое его стремление к получению удовольствия, то это ведет к Ниру, Ниве, которая называется «Харишаба Адама» — распаханное поле. Я думаю, что Нива по-русски — это и есть распаханное поле, так я предполагаю. Для того, чтобы поле, из которого выдернуты колючки. Перевод Мальбин закончил, теперь объясняет, о чем говорит этот пасук. Он говорит, что то, что человек Мидгаэ, он занимается тем, что он рождает в себе и воспитывает в себе Мидат, который называется Гава, гордыня, то есть, он переводит слово «эйнаем» — «глаза», для того, чтобы объяснить «иньян», как разум, который связан с июном. Июн — это изучение, внимательное вникание в каких-то вещей. Когда он раздумывает о себе, то ему кажется, что он понимает всё. И такой человек, у которого вот эта вот Мидагаева, высокомерие, развито, то он решает свой мишпат, рассматривает свои законы, то, что о нём он думает. «Бодворим, шеламалам и сейхал». Он их рассматривает как то, что находится выше разума человеческого, и то, что находится выше, чем законы природы. То есть, он себя смотрит как высший разум и что-то возвышающееся над законными природами. И тогда получается, что у него рождается понятие «апикарсута» и «кфиры», о Боге. То есть, он начинает отрицать Всевышнего, и начинает то, что он думает о Всевышнем, это либо отрицание, либо «апикарсута». «апикарсута» — это не обязательно отрицание существования Всевышнего, но это отрицание, например, того, что Всевышний видит всё, что происходит в мире, Всевышний воздействует на мир. И у него создаётся ощущение о Творце, как о нечто оторванном от мира, которое создало этот мир, и мир управляется помимо Творца. Это тоже понятие «апикарсута», как объясняет тот же «мальбим», и «Рамбом» это объясняет. Я об этом говорил, когда были лекции о 13 принципах веры. «Рамбом» пишет, что есть 5 видов «апикарсута», это один из них. И «Рохав-лев», что такое «Рохав-лев»? Сердце, которое раздутое, надутое сердце. Это человек, сердце которого, у него в нём находится понятие «таавы», понятие желаний каких-то вещей, которые находятся «блигвуль вээнкэцла тавато» — бесконечные, безграничные. И две эти вещи — высокомерие и таавод, который есть у человека, они являются прекрасной нивой, прекрасным, хорошо пропаханным полем, для того, чтобы здесь выросли грехи, которые называются двумя словами. Первое слово — от слова «раша» — нечестивец, и второе слово — от слова «хэт» — а вэйра — преступление. Таким образом, это нива, которая выращивает на себе два вида преступления, которые называются преступления расшаитства и преступления хатаитства. Объясняет Мальбим, что нива — это то, что, вот это вот нива, это то, что нужно, на нем выполнена работа, которая по-русски, я не знаю, существительного, от глагола «пахать», пропаханное поле. Как? Вспашка. На поле произведена вспашка. Для того, чтобы... Но вспашка — это, я понимаю, я так всегда думал, что пахать — это разрыхлить почву. Он объясняет, что оттуда выдернуты всякие колючки и любые вещи, которые мешают для того, чтобы произросло семя. Может быть, это и есть, для этого и размягчают почву. Я, честно говоря, в сельском хозяйстве не сильно разбираюсь. В основном, когда в колхозе на картошку отправляли, это максимум, которым я коснулся. И вот получается, что когда поле вспахано, то здесь ничего не задерживает, то, что теперь на нем будет вырастать, то, что там засеяно. И вот нечестивцы, что нечестивцы сеют на этом поле? Они сеют грехи, которые вырастают из всяких холмов их сердец. То есть, то, что их сердце набухает, раздувает, выращивает холмы, тайва, которая растет в их сердцах, она приводит к тому, что вырастает на поле, которое они уже вспахали и приготовили своим высокомерием и своими, то вот, на них вырастают преступления. Но, может случиться такое, что семя не вырастет, а только оно вырастает, если человек, анализируя своим разумом или посредством разума Мааси, что такое разум Мааси, разум действия. Ну, чтобы грубо определить, есть прикладная математика, теоретическая математика, так любой разум и анализ действия человека есть теоретический и практический. И то, и другое приводит к тому, что вырастут грехи, которые вырастут на том поле, которое он вспахал. Но высокомерие это то приготовление поля, где разум июни, разум, теоретический разум, разум, когда человек анализирует, что ему правильно делать и что ему правильно не делать, не может работать, когда в этот разум к нему присоединяется понятие гордыни и высокомерии. посредством того, что он, то есть, когда человек нормально размышляет, нормально думает, то высокомерие не может существовать, поскольку он боится Всевышнего и начинает рассуждать об истинности Торы, об истинности Творца. Но когда человек искривляет этот разум и высокомерие затмевает нормальные и возможные анализы того, что такое философское понятие Творца и понятие Торы, то в этой ситуации человек, даже пользующийся Торой, он начинает выращивать на своем поле урожай из грехов. Сердце, которое надуто у человека, то есть, сердце, которое не подчиняется понятию разума, а вместо этого подчиняется понятию своих собственных желаний, это мир, это Нива, которая не может, разум не может там ничего удержать в действии, то есть, есть разум анализа, который мы уже обсудили, ему мешает высокомерие, и разум того, что правильно и как правильно действовать, вести себя в этом мире, то этому мешают Таавод Галев, этому мешают всякие желания, которые возникают в сердце, и они эти желания приводят к тому, что разум не может воздействовать, и, соответственно, человек приходит к тому, что то, что он сеет и выращивает на поле, поле это имеется ввиду его тело, он выращивает на этом поле, приготовляет и на нем вырастает урожай, который является расшаитство и хатаитство, то есть, различные виды оверот. Мальмин более-менее понятно все сказал, теперь посмотрим, что нам добавляет Гаон Мивильна к этому, он говорит, Ром Эйнаем, что такое Ром Эйнаем, Ром Эйнаем это высокомерие глаз, потому что есть три вещи, которые существуют, он цитирует, я не приготовил себе, ну ладно, он пишет о том, что есть три вещи, которые отличаются учеников Авраама Вину от учеников Белама, это Мишнов в трактате Перкеаот, где написано, что есть три вещи, которые различают между этими двумя людьми, учениками Авраама, учениками Белама, эти три вещи, это Айн Гора, Роа Гавлова, Нефиш Рахава, три вещи, которые есть у учеников Белама, нечестивца, это Айн Гора, дурной глаз, это Роа Гаева, то есть гордыня, и это Нефиш Рахава, широкая душа, имеется в виду надутое сердце, когда сердце, душа человека не выдерживает испытания Таева, и человек все время тянется ко всем Таавот этого мира и не может удержать себя. Эти три вещи, они связаны с понятиями Кина, Таева и Кавот, тремя видами Ецар-Гары, которые выражаются тем, что в человеке находится Кина – это зависть, Таава – это желание к получению удовольствия, и Кавот – это желание к получению удовольствий постоянных. Давайте, чтобы немножко к этому как-то чуть-чуть пояснить, есть в восьмом перике Мишли, на этой теме настолько много Гаон говорил, и не только Гаон, что все пересказывать совершенно невозможно, но может быть, один маленький кусочек, есть посук, который говорит в восьмом перике, это посук номер 13, Ира-Дга-Шем Сина-Тра Га-Аба-Гаон Ведерих-Рак Фи Тухфот-Цените Понятие страха перед Всевышним, понятие страха перед Всевышним, сам страх Га-Шема, он ненавидит зло, и ненавидит Гаеву и гордыню, и дорога зла они переворачивают переворачиваются к ненависти. Он объясняет, Гаон Мивильно объясняет, о чем говорит Шелом Амелохи, говорит, что для того, чтобы прийти к понятию греха и бояться греха, нужно, первое, что нужно сделать, нужно ненавидеть зло, ненавидеть гордыню и высокомерие, и высокомерие, потому что гордыня и высокомерие, кто такой высокомерный человек? Тот, который гордится собой, и весь мир для него ничего, ничто. И тогда человек гордится, и за этой Гаевы он хочет начать властвовать над всем. Поэтому обычный путь зла, это переворачивает все в сторону ненависти. Я уже писал раньше, что зло, зло делится на два вида. Ра, умерма. Есть зло и есть мирма, не знаю, как по-русски перевести, что это имеется в виду? Оно состоит, Ра и мирма состоит из трех вещей. Кина, Таова и Кавод. Те три части, которые мы сейчас обсуждаем. Кина – это зависть, ревность, Таова – это получение удовольствия, и Кавод – это погоня за почестями. Каждый из них делится, в свою очередь, на две вещи. Кина, который является собственно злом, он делится на Ра и мирма. Сейчас он объяснит, что это такое. Таева делится на Таеву и Хемду. Мы говорили уже несколько уроков, что такое Таева и Хемда. Таева – это само удовольствие, которым человек живет, а Хемда – это погоня за удовольствиями. Есть люди, которые, им не так важно получить какое-то удовольствие, как важно само погоня за этими вещами. И то, что объяснял нам Гаон, на самом деле, это Рабаин Йона еще объяснял тоже в комментарии на Мишли, что Таева, она позволяет человеку сидеть дома и получать удовольствие от сидения дома и от вкусной еды, не знаю еще отчего. Хемда – это то, что не дает человеку возможность сидеть дома. Он должен все время быть в работе, в действии. Он должен гнаться за удовольствиями. Гаева делится на Ге в Гаон. Ге – это когда человек гордится собой, когда, как он написал, что он воспринимает себя как единственная существующая вещь, Гаон – это когда он воспринимает себя не как единственное существующее в мире существо, а как человек, которому все дозволено, поскольку он находится выше, чем остальные люди. Но он видит, что кто-то еще находится в этом мире, и в том состоянии, когда ему это не мешает, он может считаться с этим человеком. Но в тот момент, когда это каким-то образом становится вопреки его, чем-то мешает существование, то это перестает быть как бы для него существенным. И это то, что мы говорим, Элокай, Всевышний, мы это говорим в конце Шманаэсра каждый раз, Останави мой язык, чтобы он не говорил Ра. Это понятие Ра, понятие простого зла, когда говорится про другого какая-то конкретная гадость, пожелание другому, чтоб он сдох, или что-нибудь в таком духе. Весифтей медабер мирма. Дальше мы продолжаем, когда кончаем Шманаэсра и говорим, и чтобы слаба мои не выговорили вещь, которая называется мирма. Что такое мирма? Мирма это когда внешне, это выглядит как пожеланием, какой-то совет, который выглядит хорошим. На самом деле с какой-то вот таким вот путем криволинейным он ведет к тому, чтобы пожелать человеку какое-то зло, но зло, которое злом не выглядит. Это понятие мирма. И Гаон в нескольких местах нам писал, что мирма зачастую значительно хуже и опаснее зла, потому что от зла тому, кому желают зла, довольно легко остерегаться иногда, но от мирмы, когда непонятно, чего от тебя хотят, остерегаться совершенно невозможно. Поэтому про Ра написано слово Лашон, а про мирма написано слово Сфатай. Лашон это язык, Сфатаем это губы. И я уже писал, говорит он, что это означает, что есть внешнее и внутреннее изречение. Зло это, оно идет прямо изнутри. Мирма это внешнее какое-то изречение, потому что внешне оно выглядит вполне приличным, а изнутри оно кажется чем-то другим. И он продолжает и объясняет этот комментарий, этот кусочек молитвы и говорит, лимкалалай, навшите дом. Тем, кто меня проклинает, пусть моя душа промолчит, скажет дом. Дом это промолчать, не отозваться. Это понятие гаэ, гаэва. И следующее, навшике афартие, что пусть моя душа превратится в прах и будет как прах перед людьми, это негид гаон, это те высокомерные люди, которые сравнивают себя с другими людьми. То есть, я еще раз повторяю, что есть, я не знаю по-русски эти слова эгоизм, эгоцентризм, я не знаю разницу между этими словами точно, но есть человек, который просто не замечает других людей, а есть человек, который замечает других людей, ему наоборот надо по сравнению с другими людьми показать, какой он. И это два вида гаэвы немножечко разные. И по отношению к первому сказано, что ты должен не обращать внимания молчать, а по отношению ко второму ты должен быть как афар, не надо в тебе соревноваться с тем человеком, задача которого показать, насколько он выше всего окружающего мира. И после этого сказано, птахлебиба Таратеха, открой мое сердце твоей Торе, это соответствует качеству Таевы, потому что Тора это анти-Таева этого мира, Таева это удовольствие, которое человек получает от материального каких-то, материальных кусочков мира, когда он хорошо поел, хорошо еще что-то сделал и так далее. Это ровно противоположность Торе, про которую сказано, что Тора сказано, вот Тора человека, который умирает в шатре, и говорят наши мудрецы, в Перкеавод приводится, комментарий Перкеавод это приводит, это всюду приводится, Гемора, во веками, Гемора говорит о том, что вот Тора человека, который умирает в шатре, Тора ломит, Каемит, Тора не существляется, а только в том, кто делает себя мертвым по отношению ко всему, кроме Торы, который только живет, только Тора, и все остальное для него не существует. Это Тора, это анти-тайва. И тогда мы говорим, вы митцватейха тердов навши, за твоими митцват, пусть бежит моя душа, это соответствует хемда. Хемда это то качество, которое требует от человека бежать за своими таавод, и преследовать их, и все время находиться в движении. Здесь нам говорят, что настоящее состояние человека, это когда человек преследует Тору, то есть пытается, бежит, но бежит для того, чтобы охватить Тора и достать его. И тогда он достигает понятия Ирады Ашем, понятия страха перед Всевышним. Теперь я возвращаюсь к нашему посудку, и мы читаем, что говорит Гаон, еще раз, что говорит Гаон. Он говорит, Рама и Наим, человек, который высокомерный, это человек, у которого раскрывается качество гордыни, в какой степени Гаова или Гаон, то есть либо высокомерие по отношению к другим, либо высокомерие просто, потому что других он вообще не замечает. Это Гаева и Кавод, это два вида Гаавы, которые нам указали в прошлом посудке. Теперь он говорит, что три качества, отличающие Авраама Вину от Белама. И он не перечисляет сейчас качества, которые есть у Авраама Вина, потому что его волнует здесь сейчас качество Белама, и с чем нам надо бороться, а не к чему нам надо стремиться, в этом месте волнует Шлома Амеллах. Он говорит, что у учеников Белама есть Айнхара, Рогва и Нефиш Рахава. То есть, есть дурной глаз, есть душа, которая высокомерна, и есть душа, которая широка, то есть, сердце, которое раздуто, надуто и так далее. Это кино, которое соответствует зависти по отношению к другим людям, то есть, определенный вид Гайвы. Это Тава. Тава – это получение удовольствия от того, что я получаю. И есть Кавод, который связан со вторым видом Гайвы, то есть, Гайва, которая, кино и Кавод – это очень похожие вещи, которые связаны с тем, что мне нужно, чтобы ко мне относились, чтобы мне уступили место в автобусе, я не знаю, что точно. И об этом сказано, что человек, который высокомерный, глаза которого подняты, у него есть Роа Гуа, он страдает вот от этой Гайвы, человек, у которого Рахав Лев, сердце увеличено, имеется в виду увеличение сердца, надутое сердце, то есть, человек, который, сердце отвечает за ощущения, человек требует себе получения удовольствия, ощущения этого мира. Этот человек, он, Нир, Рашоем, он является человеком, который вспахал поле, и на этом поле вспахано оно для нечестивцев. Что имеется в виду? Говорит Гаор, что это связано с понятием айнгара и кино, дурной глаз и зависть. Слово Нир, Гаон объясняет два перуша, два перевода слова Нир. Первое – это Хариш, так же, как объясняет Мальбим, вспаханное поле, и вспахано оно плохими мыслями человека, об этом идет речь. И второе объяснение, что, может быть, это связано со словом Нир, со словом Нир, от слова Нир. Нир – это свеча, это то, что освещает, но освещает определенным светом. То есть, человек, который пропахал свое поле, приготовил его, всю свою душу, все свое тело, для того, чтобы там постоянно был свет, отрицательный свет, свет, который называется свет кины, свет зависти, по отношению к другим людям. И это, так пропахать свое поле, так осветить свою жизнь, это то, что приходит, видите, что два перевода, но суть очень близкая. Просто вопрос, от какого слова происходит слово Нир, Нир или Хариша, или Пахать, Пахать или освещать. Так вот, в обоих случаях это приводит к состоянию Хатас, к состоянию того, что человек грешит. То есть, это Хэт, это то состояние, которое выводит человека из этого мира, и он станет таким, что его больше не хватает в этом мире, его больше в этом мире нету. Он приводит его к смерти, к смерти из этого мира. Хатас, как я много раз говорил, Раша приводит это в Танахи, это Лашон, перевод этого слова дословный, это Хесарон, изъян, недостаток, Хасерли, мне чего-то не хватает. Это понятие Хэт. Таким образом, Хэт, это когда человек согрешив, сделав какую-то веру, приносит к себе изъян по отношению к своему контакту с Творцом, со Всевышним, и теперь этот контакт становится не стопроцентным, не цельным, не полным, и в этом контакте есть изъян, бгам, разрушение. Это то, что происходит, когда человек грешит, когда человек делает какую-то веру. Теперь, перевод этого предложения по Гаонам и Вильна звучит таким образом. Человек, который, глаза, которые устремлены наверх, человек, который Бааль Гаева, гордец, этот человек, который требует к себе кого-то, у него есть две авэйры, которые ему будут мешать, два качества, это Таева и Кина, зависть и стремление получения удовольствия, за которыми он все время гонится. Поскольку у него есть широкое сердце, которое требует удовольствия, то этот человек является не мир для Рошои, является нивой для нечестивцев, то есть, либо он освещает путь нечестивцев, либо он пропахал поле для того, чтобы лучше выросло то, что посадили нечестивцы, и этот человек выращивает на этом поле грехи, которые убирают человека из этого мира, то есть, он выращивает хисранот, изъяны, которые будут внутри этого мира, в контакте со Всевышним, и это будет его основная работа в мире. Так, по Гаону должно быть переведено это предложение. Теперь перейдем к пасуку номер следующий, номер три, пять, извините, пасук номер пять, который говорит, секунду, помыслы прилежного ведут к прибыли, всякий опрометчивый спешит к нужде. Перевод такой, нормальный, как бы перевод, хороший, но посмотрим, как он говорит. Здесь есть два слова, которые, как бы, их перевод связан с некоторыми трудностями. Перевод слова харуц, дословный перевод этого слова, харуц, это сегодня называется прилежный, хороший ученик, поэтому, не найдя другого перевода, так и перевел нам переводчик. Мальбин говорит, что перевод этого слова я дал в десятой главе Мишли, и когда я написал это в десятой главе, какое предложение, это более сложный вопрос, одну секундочку. Пасук звучит так, «РОЖ АСЕКАФРА МАЯ ВИЯТ ХАРУЦИМ ТААШИВ». Голова, она делает ложку, которая поднимает, какое-то поднятие, а рука ХАРУЦИМ, она приводит к богатству. Что такое ХАРУЦИМ, объясняет Мальбин в переводе слов, что ХАРУЦИМ это ЗАРИЗИМ, БАМАСЕЙХАМ, те, которые спешат своих действий. И это будет упомянуто в 13 главе еще раз, то есть понятие ЗАРИЗ это антоним слову АЦЛАН. АЦЛАН это лентяй, ХАРУЦ это наоборот понятие лентяя. Поэтому другого слова он не придумал и перевел переводчик словом ХАРУЦ как прилежный ученик, но дословный перевод это не прилежность, а именно как... тоже нет. ЗАРИЗ это именно спешка, то, что делается очень быстро. Но быстро не-не-не-не-не. Суетливый это человек, который суетится и начинает сразу делать много дел одновременно. И вот, здесь это скорее слово расторопный, то есть человек, который продуманно спешит, но спешит продуманно к той цели, к тому действию, которое является правильным действием. Если вы помните, наверняка кто-то помнит, что вся книга Масилатхи Шарим Рамхаля «Путь прямых людей» она основывается на барайте Раби Пинхаса Бен Гира, когда Раби Пинхас Бен Гир пишет, какой путь человека, как ему надо от первой до следующей ступени и так далее подниматься по ступенькам для того, чтобы прийти к совершенству, к душу, к святости. И он пишет первая ступень это Тора. Тора приводит к Згеруту, Згерут это аккуратность в том, чтобы следить за тем, чтобы ни в коем случае не сделать какого-то неправильного поступка и не нарушить что-то. Згерут приводит к Зарезуту. Зарезут это и есть вот это понятие Хориц, то есть это спешка в исполнении заповедей дела и расторопность, расторопность, а? Не спешка, расторопность. Тут очень хорошо русский язык знать, что понять разницу между спешкой и расторопностью я не настолько... Когда блох ловят, я знаю. Окей. Так вот, эта расторопность, когда человек торопится, пусть будет так, но торопится именно в направлении к исполнению Митсвотасе. Теперь, переведем то, что сказал Мальбин, пока только перевод, потом будем смотреть, как Мальбин объясняет предложение. Махшавод Харуц, мысли человека, который Харуц, расторопного человека, который спешит к исполнению чего-то позитивного, они всегда идут к Мутору, к чему-то разрешенному и к чему-то хорошему. Он перевел здесь к слову богатство, потому что Мутор от слова йотер, больше, к тому, что что-то увеличивается. Но Коль Ац, человек, который называют Ац, это всегда ведет, все, что он делает, ведет к МАК-40 к недостаткам. Попытаемся понять, что такое Ац. Мальбин переводит, в переводе слов он переводит, что Ац это человек, который спешит, вот именно спешит и торопит свой час, нажимает на часы. То есть спешка, которая спешка отрицательного вида. Я не знаю, как по-русски сказать расторопность и спешка, поскольку я других слов не знаю, но и то, и другое невозможно одним словом перевести, нужен толковый словарь, не орфографический, чтобы переводить. Вот, это два вида быстроты в действиях, только одна быстрота направленная на заповеди творца, а другая быстрота направленная на глупости. Одна из них ведет к богатству, как дословно перевод, к тому, что больше, а другая ведет к изъянам, к недостаткам. Это дословный перевод. Теперь, после того, как мы перевели, посмотрим, как Мальбин висняет уже пирушгаиньян, то, как надо понять этот пасук. Потому что, действительно, всегда есть две вещи. Подобрать правильный перевод слов, и это очень тяжело сделать, почти невозможно, а вот понять, что имеется в виду, иногда значительно легче. Попробуем это сделать. Махшавот Харуц Ахламутар говорит Мальбин, Харуц это человек, который зарис бамаасав, который очень быстро делает свои действия, и тем не менее, в условии понятия Харуц входит мысли, размышления. И когда он советуется, чтобы не сделал какую-то вещь, которая идет в разрез правильности, но только он думает вначально, изначально обдумывает все возможности, которые могут быть, все стороны, которые могут выйти из его действия. И когда он делает это, то делает наиболее хорошим способом, наиболее близким к тому, чтобы получить искомый результат. Делает он очень быстро, но до этого он на какую-то секунду, две, три, час, я не знаю, в зависимости от того, что происходит, он продумывает свои действия для того, чтобы делать быстро, но в нужном направлении. И несмотря на то, что, когда он начинает думать, он медлит и не делает сразу же, тем не менее, он достигает постоянно больших результатов. Потому что, посредством того, что он выбирает средства наиболее хорошие для тахлита, для цели, но, точка, это человек, которого мы называем Харуц или Зарис, но, человек, который Ац, то есть, он торопит постоянно время, это человек, который делает сразу же, без того, чтобы на секунду задуматься и продумать, что из этого получится. Он постоянно приходит к каким-то изъяном, потому что его зарезут, его быстрота, его спешка, несмотря на то, что это хорошо в действии, она нехорошо, поскольку она не продумана, что нужно немножечко задержаться, продумать изначально. И человек, который этого не делает, он приходит к отрицательному результату. Я думаю, что не обязательно даже объяснять, поскольку это настолько, в общем, часто происходит, почти со всеми людьми, я не знаю, почти со всеми, но я знаю людей, например, себя, с которыми это регулярно происходит, поэтому иногда нужно, когда тебе хочется, например, что-то ответить, нужно просто некоторое количество времени помолчать, и оказывается, что не обязательно это было вообще говорить, а иногда нужно ответить, но когда ты даешь себе труд задуматься, то результаты обычно очень позитивные, не только в речи, в действиях происходит то же самое. Гаон объясняет эту посылку и говорит Махшавод Харуц Ахла Мутар мысли человека, который Харуц, они всегда ведут к Мутару, к богатству, переведем это так, к чему-то, что вырастает, что-то лишнее. Мысли человека, который Харуц, они всегда направлены к Тахлису, к результату, и действие рук, оно не может привести к чему-то неправильному, к чему-то, чего будет не хватать, а только к реваху, только к дополнительным вещам, которые позитивны. Ну, здесь есть еще одна гирса, где Гроуц пишет то же самое, поскольку Гаон написал несколько комментариев, то есть, комментарий он написал один, но есть разные гирсаот, разные вариации, здесь чуть подробнее то же самое сказано, мы уже это обсудили. А каждый человек, который адс, он ведет к махсору, к изъяну, к недостатку. Это человек, который не вгаль, человек, который, вот позис, не вгаль, я не знаю этого слова, который, ну, не спешит, спешит, это тоже не такое плохое слово, который делает непродуманно, мгновенно, не задумываясь, не решив, а вот сразу же полуинстинктивно делает какие-то вещи. То есть человек, который не смотрит, что будет результатом его действия, что вырастет из его действия, и любое действие его рук, оно, поскольку он, не задумываясь, проделал что-то, даже если руки сделали все правильно, но мозг об этом не задумывался, то этот человек приведет себя к махсору, приведет себя к изъяну. Пока Мальбе и Агро сказали одну и ту же вещь, и немножко странно, что Шлома Мэла хочет нас научить таким, в общем-то, примитивным вещам, что нужно, бывают люди, которые вначале говорят, потом не думают, бывают люди, которые вначале думают, а потом не говорят, а бывают люди, которые решают, и после того, как они приняли решение, ведут это решение в действие, этот последний вид людей, это более позитивно. Это настолько примитивно, что это странно для Шлома Мэлаха. Объясняет Гаон, что речь идет о тойре, то есть, человек, который учит для какой-то цели, для того, чтобы у него осталось что-то из того, что он выучил, и ставить себе цель, для чего он учится. Только не подумайте, что поставил цель, это значит, чтобы он получил зарплату раввина в синагоге номер 28. Нет, человек учится с конкретной целью знать Тору, и учит таким образом, чтобы у него что-то оставалось, тогда это всегда, сколько бы он не выучил, как бы он не выучил, но это будет мутор, это будет вещь, которая остается у него, потому что он все время возвращается и повторяет то, что он выучил. И поэтому он находит новый таамим, новый смысл, потому что он учил постоянно. И об этом сказано. Чему подобны Деврей Тора? Они подобны женской груди, что из женской груди постоянно накапливается, а потом течет молоко, то есть, там всегда есть то, чем можно питаться, и это Тора. Но Ац, человек, который учится в спешке, в такой поспешности, он собирает очень-очень много, набирает, но в результате все, что остается, это минус, потому что он теряет то, что он выучил, поскольку нет повторений, нет цели, нет конкретной какой-то задачи, поэтому в результате он находится в состоянии такой, вся его Тора вот такая вот. и поэтому Гаон говорит о том, что слово Амелых нас здесь учит тому, как правильно учит Тору, что собирать ее и оставлять ее так, чтобы она была понятна, спешка при Торе не нужна, но зарезут при изучении Торы нужен, быстрота для изучения Торы нужна, но быстрота, которая базируется на конкретной цели, и когда человек поэтапно выучивает какие-то вещи, повторяет, они у него остаются, и после этого двигается дальше, а не когда он сразу хватает все вокруг и теряет все с еще большей скоростью, чем все ухватил. Окей, это то, как Гаон учит этот кусочек. Таким образом, у нас есть двойной Пшат. Первый Пшат, это то, что человек должен вначале задуматься, потом выполнять те действия, которые он делает, и второй, то, как именно, по какому именно пути должен идти человек во время изучения Торы, для того, чтобы эта Тора осталась у него, а не потерялась у него. Окей, продолжает, Слома Мелохи говорит, опять же, я не все слова по-русски знаю, которые я сейчас считаю, стяжание сокровища лживым языком, пар гонимый ветром, стяжатели ищут смерти. Ну, вот так вот он высказался. Теперь посмотрим, что написано на Лошон Кодыш. Он говорит, шот рашоем и гром кимаанула асот мишпат. Шот это шедедим, это разбойники, шедедеям это пираты, дословный перевод слова шот это грабители, наверное, разбойники или грабители. Грабеж нечестивцев он приводит к тому, что в результате это притянется к тому, чтобы над ними был сделан мишпат, над ними был сделан суд. Это похоже на русский перевод? Не знаю. Очень мало. Слово смерть он откуда-то взял. Ну, посмотрим, как объясняет Мальбим вначале, что имеется в виду. Во-первых, Мальбим это в переводе, Мальбим ни одного слова здесь не переводит, потому что все слова понятны, они существуют в общем в одном варианте в современном языке. Он говорит, Одну секундочку. Я его потерял. Момент. потому что я извиняюсь, но я перепрыгнул. Я перепрыгнул, неправильно прочитал. У нас предложение номер вав звучит. Я прочитал седьмое предложение вместо шестого. Пээль ацрод балашон шекер гэвель не давми вообще мавит. А, теперь понятно. Действия тех, кто копит, они находятся в языке, который называется ложь. И гэвель пустота, суета, которая выходит из тех, кто... И гэвель, суета, которую они делают, они приводят к смерти. Я извиняюсь, я просто не то прочитал в предложении. Теперь говорит Мальбин так, что те, кто собирают сокровища посредством лжи, те, кто набирает себе сокровища посредством лжи, то есть посредством, например, ждосвидетельства или посредством подделки каких-то документов или посредством подделки монет и тому подобное, несмотря на то, что они набирают себе большое богатство посредством этого, все это богатство является суета, гэвель, суета, само по себе, потому что в этих, отсрод, в этом богатстве ничего не находится. И это не дав, то есть он временный и не может существовать, потому что Тидофен Руох, его развеет ветер, и все эти богатства, которые они набирают, люди, которые набирают эти богатства, они ищут себе смерти, потому что во время, когда станет известна их подделка, их поймают и засудят на смерть. Я просто причитал совсем другой посудки, никак не мог понять, что не связывалось у меня. Окей, Гаон говорит, что люди, которые собирают богатство через ложь, они приводят себя к суете и отодвигают себя и ищут их богатство временное, проходящее, и они приводят себя к смерти. Копят обманным путем. Мошенничество по-нашему. Окей, в уголовном кодексе были отдельные статьи за воровство, грабеж и мошенничество. Вот это вот речь идет о, наверное, Балашон Шекер именно о мошенничестве. Очень подробно о Генре разбиралось в благородном жулике. Но мы сейчас не будем его разбирать, мы разберем Гаона. Гаон говорит, что человек, который составил себе богатство посредством лжи, то есть он высказывал какие-то ложные вещи, например, брал шохот, брал взятки. его отцрот, его кладовые, его сбережения, они становятся временными и суетными, становятся суетой. Я не знаю, как правильно перевести слово гевель, но, как мы знаем обычно в Кагелите переводится гевель как суета, поэтому я взял перевод оттуда, где не именем лучших слов. Что не останется у него в руке ничего, и он будет считаться, засчитываться. Что? Это очень сложно. И он будет засчитываться, перечисляться между людей, которые ищут смерть. Как сказали, бараот навшел и катла миздабет. Человек, у которого есть нефишраа, он продает себя на смерть. Все. А он, в принципе, на этом как бы кончается. И сам по себе пшат этого пасука, он, ну, я не знаю, простой он или непростой, я не могу точно сказать. Он говорит о том, что существует понятие, когда человек с помощью лжи достигает каких-то, если говорить на прямом уровне, на простом смысле, я не знаю, можно ли, Мишель вообще считать на простом смысле, потому что очень трудно сказать, что Шлом Амелла хотел нас научить именно этим вещам, что человек, который набирает себе богатство путем обмана, то этот человек сам себе ищет смерти, а богатство его не долговечное. Это если перевести на простой язык то, что нам сказали. Но теперь нам надо немножко войти в понимание того, что я в сумке оставил, не приготовил с собой. Есть комментарии Гаона Мивильна, Перушина, Кама, Агадот, на несколько Агадот, Рама, Бархам, нет, не Рама, Бархам, я имею в виду, сейчас Агадот, Гезгемори, Пхойрос, там есть Агадот, Махлоки, спор между Рабьишо, Бенханания и мудрецами города Афины, города Атуны. И там есть несколько таких совершенно непонятных вопросов, которые один другому задают, и таких же непонятных ответов, я не хочу сейчас входить в эти комментарии, так вот, близко, но там Гаон объясняет понятие шекер, на которое я хочу, ложь, на котором я хочу на несколько минут буквально остановиться. Слово шекер, ложь, написано в Медраше, что шекер и эмет отличаются тем, что шекер не может стоять, эмет может стоять. Те, кто могут себе представить буквы еврейского алфавита, представьте вначале слово эмет, эмет это истина, шекер это ложь. Слово эмет, буква алиф, мем и таф. Эти буквы, которые все имеют две ножки. Алиф, есть нижняя, левая и нижняя, правая нога. Мем, это две ножки, там даже целая плоскость справа и ножка слева. И таф, это две ножки правая и левая. Поэтому эмет, у нее есть две ноги и они стоят. Шекер, это буквы, каждый из которых на одной ноге, поэтому они не могут стоять. Шин, это такая вот, как хвостик, который идет вниз. Куф, это длинная нога, которая выходит вниз за строчки. Ков и рейш, это тоже на одной ноге. Поэтому, шекер не может устоять, эмет может устоять. Это такой стандартный мидраж, наверное, многие его слышали. Мораль его любят приводить. Гаон в комментарии на одну из Агадот, на перушной каму Агадот, Гаон объясняет это немножечко более подробно и немножечко иначе, чем я только что сказал. Он говорит, что нету никакого шекера, который не может стоять, если в нем нету какого-то понятия эмет, понятия истины. Если ложь без какой-то базы истины в начале, то он сразу же не то что не может устоять, он сразу же видно, что это шекер и сразу же разваливает. Поэтому любая ложь должна быть подкреплена какой-то чуть-чуть правдой, украшена, тогда она может каким-то образом существовать. Не то, что Гаон пришел научить нас, как правильно врать, это не это имеется в виду, но объяснить, как существует понятие шекер. Поэтому он говорит, что эти три буквы Шин, Куф и Рейш, каждая из них имеет очень глубокое значение, как, собственно, любые другие буквы еврейского алфавита. Буква Шин это буква, с которой, по идее, должна была бы начинаться вся Тора. Потому что буква Шин это буква имени Шин, потом Далет, потом Ют, имени Шакай, буква, которой Всевышний планировал сотворить мир именем Шаамар, Ла-Ла-Мо-Дай, тот, который сказал свой мир уже достаточно. И буква Шин, по идее, должна была бы начинаться Тора, но по определенным причинам она началась с буквы Бейт, Бейт решит. Есть много-много объяснений, почему надо было именно с буквы Бейт начать Тору, а не с буквы Шин. Но сама буква Шин, она имеет очень серьезное значение, потому что это буква, обозначающая фактически творение миров, поскольку все творение миров происходит от слова Ла-Ла-М сокрытие, сокращение, и буква Шин, имя Шакай, это то, которое, то имя, которое Всевышний определяет, насколько в мире должно быть сокращение влияния Творца, для того, чтобы это было самое рентабельное состояние для человека, для того, чтобы человек открыл Всевышнего, пришел ко Всевышнему, соединился с ним и так далее. Это буква Шин. Две другие буквы, Куфи, Рейш, начнем с буквы Рейш. Буква Рейш, это буква, которая, корень ее, это Раша, нечестивец. Суть буквы Рейш, это то, с чего начинаются понятия нечестивцев, понятия Авейрод, запрещенных действий, тем, что разрушает этот мир, разрушает Тора. Это тоже более или менее понятная вещь. Буква Ков, это буква, которая в современном иврите, после того, как была организована Академия Языка Иврита, после того, как они из Лошон Кодыша сделали Лошон Иврит, то после этого слово Ков стало, буква Ков стала считаться, как буква Куф. Но правильное прочтение его, которое было Лошон Кодыш, это слово Ков. Это не только буква, это и слово. У нас существует буква Гэй, те, кто хорошо представляет написание букв, буква Гэй, и когда левая ножка буква Гэй, она очень короткая, она точка, если мы ее ведем вниз и спускаем ее вниз на следующую строчку, то из буквы Гэй получается буква Ков. Буква Гэй это Гошем, аббревиатура имени Всевышнего Гошем, о которой мы постоянно говорим. И Гошем, это Он создал человеку Бадмуто, Цалмейну Кедматейну, по образу и подобию своего был создан человек. Бадмуто Гошем, Оба Целым и Лаким, Баратом. Всевышний сделал человека, который похож на Всевышнего. Что означает похож на Всевышнего? Так же, как Всевышний оставил себе и продолжает управлять мирами, и воздействует на эти миры, и делает какие-то действия, благодаря которым мир превращается в другой, он меняет миры, так же Всевышний сделал в Нижнем мире создание, которое называется Адам, создание, которое подобно Гошему, подобно букву Гэй, которое имеет возможность воздействовать на мир и менять миры, и делать, привести мир к тому состоянию, ради которого он был замыслен Всевышнему. В тот момент, когда человек, вместо того, чтобы воздействовать на мир так, как хочет этого Всевышний, начинает делать какие-то действия, которые не имеют никакого отношения к тому, для чего он был создан, то получается ситуация, которая реально возникла во время поколения, которое называется Доргофлага. Поколение, которое называется поколение, как Гофлага перевести, разделение, раскола. Поколение, которое разделилось, мне больше нравится слово разделилось, можно раскололось, это одно и то же слово. На что оно раскололось? Какой раскол произошел в этом поколении? Раскол на что? Обычно объясняется, что это раскол на народы мира, которые разделились на 70 народов. Реально, раскол произошел на то, что... Мы знаем, что Медраж говорит, что было в это время три типа людей, которые раскололись, и один из них превратился в человекообразную обезьяну. Это Медраж, который, в общем, очень известный Медраж. Другой вид остались теми, кому и остались. Здесь еще есть третий вид людей, которые потомки Авраама Вина. Когда Авраама Вина выбрал Всевышнего, и, соответственно, он остался целым Элаким. И оставим сейчас остальную часть, и обратимся в то, что нам нужно. К буквой Ков и к буквы, на самом деле, буквы Рейш тоже это немножко относится. Но сейчас интересует буква Ков. Там произошло то, что люди, которые выбрали определенный путь и сказали, что Акодыш Барагу не управляет миром, не в состоянии управлять миром, поэтому он посылает на мир зло, то поэтому мы сделаем башню с головой до небес, там установим идола, который сразится со Всевышним, и мы победим Творца. Эти люди дошли до состояния такого, что человека в них уже не осталось, и Акодыш Барагу им помог превратиться в то, во что они сами хотели себя превратить. То есть, это то, о чем сказано, что это Иша Зана, про которое сказано, что Раглейга Ердот Мавит, которые ноги, которые спускаются к смерти. Буква Г вытянулась в букву Ков, и этот человек превратился в Ков, поэтому буква Ков, его правильное название Ков, а не Ков, обезьяна. Он превратился в обезьяну, которая, может быть, внешне напоминает человека, человекообразная обезьяна, даже очень приятная, некоторые из них там, шимпанзеи и так далее, можно с ними пообщаться, поиграться, они хорошо бананы чистят, можно посмеяться, когда наблюдаешь за ними в зоопарке, но целый Малаким оттуда исчез. Это стало буква Ков вместо буквы Гей. И теперь имя Всевышнего, которое Шаамар Ла-Ламо-Дай, первая буква имени, буква Шин, которая означает, что мир был устроен так, что сокращение Творца в этом мире, то, как мы не видим, не ощущаем Всевышнего в этом мире, строго ограничено для того, чтобы мы умели найти, и открыть Всевышнего, и сделать то, для чего он нас создал, следующий шлаф превратился в букву Ков, который стал обезьяной, и понятно, что обезьяны имеют очень маленькое отношение кавадат Гошем к службе Всевышнему. И появился еще один тип людей, который называется люди, но они называются Рошоем. У них как бы с одной стороны не все потеряно, но в настоящий момент времени эта буква Рейш, означающая Рошоем. Это понятие, которое называется объяснение слова Шекер, слово ложь, которое состоит вот из этих трех букв, которые мы более или менее объяснили. И теперь можно понять, что человек, который добывает что-то в этом мире, Аль-Идей Шекер, посредством лжи, я поэтому не хотел переводить слово мошенничество, потому что слово мошенничество – это уже какое-то конкретное объяснение, о какой лжи мы говорим. Человек, который устроил свое состояние, не только материальное, но и духовное в основном, с помощью понятия Шекер в этом мире, то этот человек превращает себя в некий смесь того, что идет от буквы Шин в сторону Куфи Рейш. Человек, который превращает себя в нечто среднее, иногда объединяя, иногда разделяя между понятиями Ков и понятиями Роша. И таким образом, все, что получил этот человек – это гевель, гевелим, это суета, сует, это временное, которое нужно и возможно существовать только до того времени, когда Шекер, он не может стоять, он на одной ноге, он всегда временный, когда он рассеется, и тогда окажется, что не осталось ничего. В отличие от человека, который наживает свое состояние, я повторяю, что речь идет не только о материальном, но и духовном состоянии, наживает это состояние с помощью слова «эмет». «Эмет» всегда стоит на двух ногах. «Эмет» – это три буквы, которые соединяют весь, объединяют все 22 буквы еврейского алфавита. «Алиф» – это первое, «таф» – это последнее, «мем» – это средняя буква алфавита. Таким образом, «Эмет» соединяет все 22 буквы, 22 буквы, которыми Всевышний сотворил мир. И вот то, что сделано с помощью «Эмет», то, что мы достигли с помощью «Эмет», это то, что останется навсегда, это то, с чем мы кончаем Митсу Криат Шма, тех, что читают Шма, когда мы говорим «Гашем элокейхем эмет». Всевышний наш Бог «Эмет». Таким образом, мы прошли и шестой пасук тоже, и попытаемся прочитать пасук номер 7, который говорит такую вещь. «Насилие нечестивых не изводит их самих, изводит их самих, потому что они отвергли правосудие». Тот пасук, который я по случайности прочитал вместо шестого, прошу прощения, «шот рашоим». «Шот» – это бандитизм, разбой рашоим. «Он егарем» – он приводит. «Грома» – это понятие то, что приводит к тому, что «маанула асот мишпад», что больше невозможно будет, будет отказано от того, чтобы производился суд. Начинаем с Мальбима. Мальбим говорит, «шот рашоим и гром». Мы уже сказано, что «мигурат раша и твуэну». То есть, раша, он находится из его нормального состояния нечестивца, это состояние постоянного опасения, постоянного страха, постоянных догод, переживаний каких-то. Здесь нам объясняется, что «шот вешевер шемухан лаву алейхам», что вот этот разбой и разбитие, которое приходит прийти к ним, это то, что их постоянно пугает. Потому что сердца их, они сообщают им, что то, что они сделали в будущее, придет к ним. Поэтому, из-за того, что они отказывались произвести вещь, которая называется мишпад, произвести какую-то вещь, которая называется судом, и их существование – это «шот в аресах», это разбой и убийство, поэтому они опасаются, что «медакин и гэтмеда» с ними произойдет то же самое по правилу «мера за мера». И можно сказать, что это относится к тому, что написано раньше, говорит Мальбин, а именно, что те, кто нажили свое богатство через шекер, это богатство является временным и суетой, и оно приводит к понятию смерть, что посредством этому, то, что они наворовали таким способом, это придет к разбою, и они об него споткнутся, об это богатство. И «шот» – это Ильян Шодет, это перевод этого слова – это разбойник, вор, бандит, не вор, а именно бандит. То, что они воровали, они этого боятся, поскольку они знают, что та авейра, которую они сделали, она приведет к тому, что эта же авейра будет сделана с ними. Это короткий комментарий Мальбима. Гаон здесь тоже очень коротко объясняет, что поскольку они постоянно занимаются понятием шекера, то увеличиваются, они сами увеличивают бандитов в этом мире, поскольку они, их шекер ведет к тому, что их ложь ведет к тому, что нету суда, атрибут суда, в том числе, суда Всевышнего. Он как бы в это время не действует, потому что меда киногет меда, мера за меру, и поэтому то, что они шедеду, приведет к тому, что к ним придут шедедим, то, что они занимались разбоем, это вернется к ним в той же самой мере, и разбойники придут в то место, где они находятся, поскольку они сами привели к этому результату, поскольку они отказались вести суд, понятие суда в этот мир, поэтому судья, то есть Всевышний, не вмешается в то, как относятся к ним в этом мире. Поэтому по комментарию Гаона, здесь работает принцип меда киногет меда, мера за меру, и человек, который занимался расшаительством и шекером, он убрал атрибут суда из этого мира своими руками, понятно, что Всевышний разберется с этим, но по отношению к нему тоже не воздействует атрибут суда в тот момент, когда ему это понадобится. И Мальвим добавляет, что из-за этого подобные люди находятся всегда в состоянии страха, боязни и так далее. Вот. Таким образом, мы закончили седьмой посылку, и в следующий раз Баизра Дашем мы начнем с посылка номер хэт, номер восемь. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Продолжение следует...